Всех приветствую в ближайшие минуты, а главное в событиях стало известно, кто будет комментировать финал гран-при на ОКОС. Соревнования прокомментируют и обсудят в экспертной студии Евгения Медведева, Александра Трусова, Екатерина Боброва, Бетина Попова и Нина Мозор. Гости будут комментировать и обсуждать соревнования вместе с Линой Фёдоровой, Александром Энбертом и Андреем Журанковым. Финал гран-при по фигурному катанию пройдёт с 7 по 10 декабря в Пекине. Бронзовый призёр Чемпионата мира 2015 года Елена Родионова считает, что уровень российских фигуристок падает. У фигуристки спросили, сможет ли после перерыва вернуться в строй Софья Акатьева, которая пропустила соревнования этого сезона по состоянию здоровья. Тяжело сказать, в фигурном катании нельзя выпадать не на сезон. Раньше все катались до 17-18 лет и успевали завоевать все возможные титулы, однако сейчас с поднятием возрастного ценза эти границы могут измениться. Возможно, девочки начнут кататься дольше. Как бы грустно это ни звучало, но уровень женского одиночного катания падает. Например, Камила Валиева, Аня Щербакова, Саша Трусова двигали фигурное катание вперёд, шли на четверные. Сейчас же спортсменки не рискуют, а если заявляют в четверной, то производят вау-эффект. Уровень падает, поэтому Соне будет проще вернуться. Конечно, хочется видеть её на льду. Она воздушная, лёгкая, но в то же время со спортивным стержнем. Чем больше ты пропускаешь, тем сложнее вернуться в колею, но я желаю Соне скорейшего выздоровления. Жалко, что сезон пропускает Вероника Жилина. Она владеет всеми четверными и могла бы произвести фурор. На прокатах Вероника заявила сложнейший контент. Она так легко исполняет четверные, будто это двойные, сказала Родионова. Также она рассказала, какие фигуристки впечатлили её в текущем сезоне. В этом сезоне мне нравится, как выступает Аделия Петросян. У неё две абсолютно разные по силе программы. В короткой она яркая зажигалочка, а в произвольной нежная, как снежинка. Также хорошее впечатление оставила Софья Муравьёва. Она очень артистичная, видно, что борется, несмотря на некоторые неудачи. Могу выделить Камилу Валиеву, считаю, она достойна уважения. После всех допинговых скандалов Камила не отсиживается, выходит и выступает на высоком уровне. Видно, что у Валиевой сейчас переходный возраст, но с этим сталкивается каждая девочка. Это время нужно просто пережить. Камила большая молодец, она фанатка своего дела, многие девочки не выступают после Олимпиады, хоть и не объявляли о завершении карьеры, а Валиева продолжает бороться за лидерство, сказала Родионова. Татьяна Тарасова прокомментировала слова Родионовой о падении уровня женского катания. Не рискует, потому что судейская оценка важна, она не позволяет делать ошибки, и этим, я считаю, тормозит развитие фигурного катания. Судейство корректное, но есть ещё и судейские правила, сказала Тарасова. Чемпион мира Никита Кацалапов высказался о возможном возобновлении карьеры. Кацалапов выступал в танцах на льду с Викторией Синицыной, в апреле они приостановили карьеру. У спортсмена спросили, нет ли желания вернуться, смотря наш российский гран-при. Чувства на этот счёт двойственные, всё надо делать вовремя, как мы с Викторией. Сейчас об этом чувстве можно сказать, что с одной стороны вернуться иногда очень хочется, по соревновательным ощущениям скучаем, но, повторюсь, всё должно быть вовремя, говорит фигурист. Достаточно категоричный ответ на самом деле, говорит журналист. Ну не то, чтобы прямо категорично, просто шоу для нас это продолжение спорта. Благодаря им мы и новые горизонты открываем, и себя познаём чуть глубже. Это тоже фигурное катание для нас, только с меньшим стрессом и большим удовольствием. Потому что сейчас катаемся уже не для судей и оценок, а напрямую для зрителей. Мы выигрывали и чемпионаты России, чемпионаты Европы и мира, и две медали с Олимпийских игр привезли. Карьера с такими титулами, если не именно нас в расчёт даже брать, а как бы в вакууме, на мой взгляд состоявшийся, говорит Кацалапов. Также Никита Кацалапов призвал вручить российским фигуристам золото Олимпиады 2022 года. У него спросили, сильно ли его беспокоит история с медалями. «Очень, если честно, хотим как можно скорее уже справедливого решения, и чтобы всей нашей команде вернули заслуженные медали», – ответил Кацалапов. Наталья Леничук согласилась на работу в Академии Евгения Плющенко. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Леничук дала согласие на работу в Академии Ангела Плющенко, где в настоящее время активно развиваются танцы на льду, – сказал собеседник агентства. В Академии Плющенко тренируется бронзовый призёр юниорского чемпионата мира 2018 года в танцах на льду Арина Ушакова и победитель финала Гран-при России 2023 года Валерий Ангелопол. Леничук – олимпийская чемпионка в танцах на льду с Геннадием Крапоносовым. Дуэт занимался тренерской работой в США. В начале января Леничук вернулась в Россию. Среди учеников Леничука Крапоносова – Оксана Грещук и Евгений Платов, Анжелика Крылова и Олег Овсяников, Ирина Лобачёва, Илья Авербух, Татьяна Навка, Роман Костомаров, Албена Денкова и Максим Ставиский, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Анна Семенович и Владимир Фёдоров. Яна Рудковская сообщила, что Леничук уже приступила к работе в Академии Плющенко. Наталья Владимировна приступила к работе в качестве главного тренера танцевального отделения Ангелов Плющенко, в том числе с парой Ангелопол-Ушакова. «16 декабря на официальном открытии в Москве мы это официально объявим. Там будет больше подробностей», – сказала Рудковская. В прошлом выпуске я уже сообщал, что Алена Косторная и Георгий Куницыни выступят на чемпионате Москвы. С этого турнира и вовсе произошло массовое снятие. Сначала состав на турнир впечатлял, но стало известно, что также соревнования пропустят пары Таисия Сабинина, Денис Хадыкин, Виктория Васильева, Роман Запорожец. Также из списков участников исчезли танцевальные дуэты Варвары Жданова, Тимур Бабаев-Смирнов, Полина Усова, Михаил Антонов, одиночники Даниил Самсонов, Кирилл Сарновский, Анастасия Зинина, Таисия Проскорякова и другие. Даниил Самсонов объяснил, почему не выступит на чемпионате Москвы. Турнир проходит с 5 по 9 декабря. «Это было совместное решение с тренерами в связи с подготовкой к чемпионату России», – сказал Самсонов. А вот ученица Этери Тутберидзе Майи Хромых не стала сниматься с соревнований и выступит на турнире. Ее фамилия значится в обновленном списке участников. 6 декабря группа Этери Тутберидзе провела первую тренировку на новом катке. Центр фигурного катания Этери Тутберидзе был достроен в сентябре в районе Ясенево в Москве. Ранее фигуристы Тутберидзе тренировались на катке «Хрустальный». Первыми на лёд новой арены вышли спортсмены младшей группы, а в 11.45 в московскому времени к тренировкам приступили взрослые фигуристы, среди которых были олимпийская чемпионка Анна Щербакова, Майя Хромых и Данил Самсонов. Анастасия Мухортова рассказала о новом катке группы Этери Тутберидзе. «Потихоньку осваиваемся, привыкаем к просторным залам с большими зеркалами и высокими потолками. Все очень нравится, комфортные раздевалки, все стильно и красиво», – сказала Мухортова, выступающая в парном катании с Дмитрием Евгеньевым. Данил Самсонов поделился впечатлениями от нового катка. «Атмосферно и очень интересно, но каток очень большой, всего много, поэтому пока еще не разобрались, что и где. Пока мы успели покататься только на основной арене. Раздевалки отличные, лучше, чем в «Хрустальном», – сказал Самсонов. Максим Траньков заявил, что впечатлен новым тренировочным центром Этери Тутберидзе. «Успел оценить новый центр, прекрасные условия, в прошлый раз не смог посетить арену, сегодня меня впечатлил масштаб и удобство. Это лучшая тренировочная арена, на которой я был за всю свою жизнь. Сегодня, когда ехал на новый каток, приезжал мимо «Хрустального», сердце ёкнуло, он родной, уютный, домашний. В «Хрустальном» был единственный минус, что парам негде было разминаться, потому что был низкий потолок. Поддержку под крут силовые элементы было отрабатывать невозможно. «Нам всегда пытались отгородить уголок, но это всё-таки неполноценный зал, во всём остальном «Хрустальный» был отличным», – сказал Траньков. Татьяна Тарасова считает, что на новом катке Тутберидзе будут растить высококлассных фигуристов. «Я думаю, это будет большая школа фигурного катания. На протяжении многих лет оттуда будут поступать фигуристы в сборную. Уверена, что они будут растить высококлассных фигуристов многие годы, все условия для этого созданы. Поеду ли в гости? В гости ходят, когда приглашают», – сказала Тарасова. Фигуристка Валерия Шульская завершила карьеру. Об этом сообщил тренер Сергей Давыдов. «Шульская завершила карьеру. Она уже год не катается. Уехала домой в Оренбург», – сказал тренер. Спортсменка провела сезон 2020-2021 в группе Евгения Плющенко. Затем вернулась из Академии Плющенко в ЦСКА к Сергею Давыдову. Последнее выступление фигуристки на соревнованиях состоялось в сезоне 2022-2023. На этапе Гран-при России в Москве она стала шестой. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Не забывайте о лайках и высказывайте свое мнение в комментариях. До новых встреч!